Светлана Булатова отныне народный мастер Алтайского края. К этому званию женщина шла более 60 лет. Рассказывает, когда ей было 10, украла у мамы отрез дефицитного тогда сица. Серьезно жила скутным шитьем, барнаульская рукодельница занимается 20 лет. Я поняла, что это призвание мое. Я сюда вкладываю душу, сердце, любовь свою, любовь к окружающему миру, к Алтайскому краю. Ряды народных мастеров Алтайского края пополняются ежегодно. В этот раз на суд экспертов свои работы представили 14 ремесленников из городов и районов края. Лишь трое из них были удостоены звания. Евгений Покедаев из Белокурихи – один из самых молодых мастеров. Он занимается гончарным делом, возрождая народные традиции. А вот это очень интересный. Как думаете, для чего его использовали, такой сосуд? Это такой древний ланчбокс. Это второе. Да, совершенно верно. Сосуд называется «Близнято». И в нем носили в поле рабочим ядом. Здесь действительно можно было первое, второе положить. Вновь избранные мастера получили в подарок по 50 тысяч рублей. Кстати, звание дает возможность за счет краевого бюджета участвовать в крупных, в том числе международных выставках и проектах. В День народного единства власти региона подготовили еще один дорогостоящий подарок. 12 новых автомобилей получили учреждения культуры. Из бюджета было выделено 20 миллионов рублей. По словам губернатора, у творческих коллективов теперь будет больше возможностей для выездных концертов и гастролей. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости.